Всем привет, друзья! Заслали мне китайцы на обзор один очень интересный девайс. Сам бы я его, наверное, не купил, но на халяву можно попробовать, что это вообще такое и с чем его едят. В итоге девайс мне зашел и я пожалел, что не приобрел его раньше. В общем, все необходимые ссылки находятся, как всегда, в описании к этому видеоролику. Ну а если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и не забудьте оценить это видео своим лайком. Ну и давайте начинать. Наверняка у многих бывают проблемы с шеей или спиной от сидячей работы за компьютером или за рулем, и не всегда можно найти время на полноценный массаж у специалиста, да и стоимость курса обойдется в копеечку. Поэтому идея сделать обзор на портативное массажное устройство показалась мне привлекательной, так как я много времени провожу за компьютером и шея с поясницей дают о себе знать. В общем, как вы поняли, сегодня будет обзор на массажер, точнее на массажную подушку. Продается она на Алиэкспресс и цена ее на момент монтажа видео порядка 2000 рублей. Согласитесь, это не так уж и дорого, при том, что доставляется курьером прямо до двери буквально за 3-4 дня, так как есть доставка из России. Приходит девайс в презентабельной коробке с ручкой. Выглядит упаковка неплохо, я думаю, что и в подарок даже можно кому-нибудь прикупить этот массажер. Итак, что у нас в комплекте? В комплекте идет адаптер питания на 12 вольт и 2 ампера. Вилка европейская. При заказе будьте внимательны, у продавца еще имеется версия и на 110 вольт, не ошибитесь. Далее у нас идет провод питания от прикуривателя автомобиля, то есть данную подушку можно использовать спокойно в поездках на автомобиле. Немного макулатуры в виде мануала и гарантийного талона. Также продавец положил подарок в виде деревянной расчески. Вроде мелочь, а приятно. Ну и также в коробке лежит сама подушка, дополнительно упакована в целлофановый пакет. Массажер выполним в форме трапеции. Качество пошива чехла неплохое, торчащих ниток нет, все сшито аккуратно. Материал самого чехла это дермантин наверное, думаю вряд ли это кожа. Запах небольшой есть, но со временем выветривается. С одной стороны расположились 4 кнопки управления массажером, о них чуть позже. Снизу штекер для подачи питания. Также на нижней части находится молния, а сам бегунок спрятан под резинкой. Да так хорошо спрятан, что еле его оттуда достал. При необходимости можно снять чехол для того, чтобы почистить его, ну или простернуть. Не знаю конечно можно ли стирать этот материал машинки, об этом информации никакой нет. Под чехлом находится основа подушки, сделанная из плотного спененного материала, который имеет широкое применение, в том числе и для изготовления сидений для автомобилей. Здесь установлено два моторчика с массажными роликами. Ролики имеют необычную форму, чем-то напоминающую человеческие руки. Как заявляет производитель, такая форма обеспечивает максимальную имитацию движения рук массажиста. Даже при сильном нажатии на ролики моторчики не останавливаются. Конечно их можно остановить, но сдуру как говорится и сами знаете, что можно сломать. Из управления здесь четыре кнопки. Справа налево идут кнопка включения и выключения девайса. Вообще сеанс массажа на этой подушке длится 15 минут, то есть через 15 минут после включения она автоматически отключится. Вторая кнопка это реверс вращения роликов. Не знаю зачем он нужен, ведь ролики вращаются попеременно, то в одну, то в другую сторону с интервалом примерно 15 секунд. Так что я думаю эта кнопка здесь лишняя. Следующая кнопка выбор скорости вращения роликов. Всего три скорости, малая, средняя и высокая. И четвертая кнопка это включение и выключение инфракрасного подогрева. Обогрев дает очень приятное тепло и дополнительное расслабление. Вот так выглядит обогрев. Руками он не особо чувствуется, но вот когда лежишь на этой подушке, то он ощущается. Тестировал я девайс несколько дней, попробовал все, и с подогревом, и разные скорости выставлял. Даже разные части тела пробовал массажировать, в том числе и ноги, и поясницу. Да, можно поставить подушку на спинку стула или дивана и сделать массаж поясницы. Также легко можно массажировать ноги и руки. По ощущениям скажу вам, это очень приятно. По окончанию сеанса хочется заново включить массажер, но кто тогда для вас будет записывать видосики. Действительно, после массажа появляется чувство какой-то легкости, шеи и поясницы, мне сказали спасибо за такой девайс. В общем, что имеем в итоге. Имеем небольшой, но годный, относительно не тяжелый девайс весом всего 1200 грамм. Довольно тихую работу моторов, это кстати плюс данного устройства. Возможность использования этой подушки для массажа практически любых частей тела, все зависит от вашей фантазии. Возможность использования как дома, на работе или в автомобиле. В автомобиле много места не займет, можно будет кинуть ее на заднюю полку и пусть там лежит, пока не появится необходимость. Ну и невысокое потребление энергии. На самой высокой скорости с включенным обогревом потребление составило всего лишь 12,5 ватт. Минус тут только один на мой взгляд. Панель управления массажером находится сбоку. Было бы хорошо, наверное, если бы ее вывели на отдельный провод, чтобы было удобнее переключать режимы. Хотя если запомнить расположение кнопок, то и так сойдет. Вещь действительно полезная, после рабочего дня или при любом мышечном спазме отлично расслабляет. Ссылочка на данный товар, а также на магазин продавца ждет вас в описании к видеоролику. Переходите, смотрите, выбирайте, может вам и другой массажер понравится больше. Также не забываем подписываться на мой канал, если еще не подписаны. Оцениваем это видео своим лайком. Ну а с вами был, как всегда, Иван и это канал Обзоров. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok